Большой праздник. Выставка посвящена живописи заслуженного художника, лауреата золотой медали Ватикана за вклад в мировое искусство Андрея Куланина. Для нас очень приятно, что художник из такого уровня вы получает 15-го района и показывает людям свое творчество. Большое вам спасибо. И мне хотелось бы пригласить давнего друга Андрея Павловича, атташе по культуре Китайской Народной Республики Чжоу Хао. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Андрей Павлович. Мне очень приятно присутствовать в этом замечательном республике. Мне с Андреем Павловичем случайно познакомились 80 лет назад. И это сегодня очень детство, другое с ним. Андрей Павлович, он человек, могу сказать, противоречий. Он человек замок и откровенный. Он художник, современный и классический. Он художник с очень широким творческим диапазоном. Он рисует. Не руками, мне кажется. Он рисует свое сердце, свое души, свое маску. Он умеет ловить какой-то интересный сюжет, который, ну, например, для меня, да, после, ну, для него, ну, виру, ну, так, просто в интеллииции. А он сможет ловить этот магнит. И, ну, короче говоря, он человек очень хороший, очень хороший. И работа замечательная. Я хочу поздравить вас с открытием своего выставки нового. И надеемся, что у вас работа будет постоянной. Представляете. Дорогие друзья, знаете, ну, там пошло, все сделано вчера. Какая была погода в Киеве. Всех же сделаете, да. А то было Карлов мосту в Празе. Но тут очень важно, когда я делаю все эти картины, которые передают назву выставки, мы тут схопили такой момент, драматичный. Видите, как выбор блискалки. Кто был на кориде, и мы видим, как на каком лесу, на каком лесе, життя Тореадора и Бика. И когда, видишь, Бандарилов пихает ему в спину, то единый момент, то уже рогом або коня перекинул, або ему врегли. А потом еще раз вступил на бору. То, знаете, это такая борьба, вона трошки жорстока, но это и культура Испансии. Это веками. Там хлопчики, каждый мечтает быть в Закарпатии, каждый хочет быть футболистом. Там каждый хочет быть футболистом. И тут, когда уменьшаются другие, говорят, что это жорстоко, что там зеленый, как что-то. И никто не заберет. Испанские не сделают это Негром, и Негра не сделают это Словянином. Это их культура. И как так уметь, чтобы выставить этот момент, когда життя на русском, или Тореадора, или Бика. Я мог счастье это видеть, но я это понимаю, чтобы мало, знаете, малювать. Что мне так не было, я не знаю, носа, я как-то тоже я вагинальник. Правда, Андрей Валович? Как фарбе, рисунок, все, я кубри, все. Но выставьте моменты, выставьте драматургию, выставьте эту иску, выставьте эту близкую. Это будет только художником. Треба быть драматургом. Треба быть письменником. Треба быть сценографом. Треба быть либертистом. Чтобы все это субтитры, вы видите? А нужно держать дар. Треба быть дар Божий, который многие другие. Валерий Александрович, вы скажите нам, пожалуйста, пару слов о вашем коллеге. Это Валерий Александрович Прячук. Добрый день, друзья. Добрый день, друзья. Ну, знаете, в жизни бывают такие случаи, что просто не ждешь, а оно приходит. Вот так наша зустріч с Андреем Павловичем позвонил мне, и мы вийшли на спильную выставку. Я знал про него совсем по альбому, который вышел в художники Украины. И после этого уже начали наши бритерские, я бы сказал, потому что мы почти вечером, кроме моей дружины, я еще могу там пойти в разговор. И это для меня очень важно. Андрей Павлович Кулагин – видатный художник, визнанный не только в Украине, а и в всем мире. Его братья в Италии, в других странах, где он и был в Франции. Они говорят про высоченный профессионализм, высоченную працевидность этого митца и высоченную ответственность, как митца, который творит и для сегодняшних, и для будущих поколений. Как выкладыш, он вообще не сравненный. Я скажу, что я сам учусь по вебинарах, как он ведет эти уроки до этого времени. Италии, что он ведет себя в своей жизни, но он настолько подходит до души своих студийцев и тех людей, с которыми мы общаемся, работаем по этому проекту, что смотрит, насколько он каждый раз находит до каждого свою душу, открывает свое сердце. Он открытый для вольных и различных техник, в которых он не работает. Посмотрите, тут собрали и начерки, и замальовки, и графические работы, и великые композиции, и живописные. И тема одна, в которой мы почти не разговаривали, он говорит, что у него есть большая серия поколений, может быть. Будет. И вот тут вы видите, как она звучала, эта хворида. Она прекрасна в этом зале у нас на Троєшині. И нужно, чтобы смотрели картины Кулагина, потому что они дают для каждого человека что-то важное, с которым человек идет по жизни. И ответственность, и душевность, и сердечность, и сбогачение. И майстерность. Ну, майстерность, я сказал, тут навык нема. И тут каждый, кто приходит и увидит нас, это очень важное. Я из чирного сердца нашей родины, митцов Троєшинских, И витаю вас на Троєшинских. Это первая ручка Троєшин Юмьова. И великая кількість других серий, поэтому будем працювати. И витаю вас на Троєшинских. Спасибо, Ольга. Я хочу вам сказати, що ми з Андреем з однієї землі, черкаської. И витаю вас на Черкащине. Ну, вы знаете, сколько свят у черкащани дали талантливых людей. И мне так кажется, что пройдуть годы, и мы понимаем, так как мы завжди через много лет, как Андрей говорит, мне не нужно, чтобы на кладбище говорили про меня хорошо. Говорить, пока я живой. Він правильно каже, бо про него будуть говорити дуже багато чого. Він член нашого землянства Черкаського. Але землянство України, всі бувають на його виставках, всі його цінують. Я хочу сказати, що в Долинку офіцерів уже там навчились так багато художників, що вже дома обвішують картинками цими, і двері, і вікна, і все, що хочеш. Тому що всі вже стають творчими людьми, коли спілкуються з нашим Андреем. Я хочу вам сказати інше про нього. Це людина, яка не є художник-заробітчанин. Вона зараз так модно стала в Україні. Всі великі, всі заробітчани, всі себе дуже цінують і так далі. Андрей зовсім інший. Він художник, і більше нічого, як ви представьте, не може бути. Бо ця людина, він бачить, він творить, він получає задоволення від цього, а тому як буде все це. Він людина, яка займається великою громадською роботою. Він дуже розмовна і освічена людина. І коли ви почитаєте його виступи, подивитесь по інтернету, там є багато що почитати про Андрія. Це дуже глибока, дуже розумна і дуже освічена людина. Що приємно. Коли настрій поганий і ти розумієш політикою цією розочарований, ти знаходиш Андрія Кулагіна в інтернеті. Читаєш або дивишся, як він проводить заходи благодійні, чи в українському домі, чи в інших будинках офіцерів. І ти розумієш, що багато хороших, порядних і світлих людей, таких як Андрій. І він імено вдохновляє, що ми віримо, що буде Україна світлою, щасливою, багатою, надійною. Бо якщо такі люди не покидають нашу країну, а пропозицій багато є, а лишаються тут. З поганим здоров'ям, з усими проблемами, де виставитись, де працювати і так далі. З дуже багато тьма ненадійними людьми і з владою, а він бореться і хоче все робити світлом кращим. І дуже багато учнів у нього, і дуже багато послідовників його творчості. Він віддає все, що знає людям, не береже для себе, що я от такий великий. Таких людей не так і багато. Ви подумаєте і ви зрозумієте. Я йому як другу, як людині, якого більше 10 років знаю добре, коли він Київ переїхав. Я бажаю його здоров'ю, кажучи Андрій. Здоров'я тобі ще на року 50, а потім я вбогдаюся. Я тобі бажаю, щоб була твоя сім'я щаслива, щоб ми гордилися твої земляки тобою, щоб ти для нас став другим Тарасом Шевченко. До слова запрошується поетеса, громадський діяч, голова творчого об'єднання Світлина Лариса Петрова. Вітаю нашого чудового художника, талановитого. З великою радістю ознайомилася з прекрасною виставкою. Ну і хочу сказати, що Україна дійсно багата талановитими людьми, але не всі себе можуть реалізувати і до кінця реалізувати свій талант. Але все-таки треба знаходити, якщо тобі Господь дає талант, треба знаходити собі силу і його якось примножувати. Є в мене такий невеличкий віршик. «Кожен мав в житті своєму доленосний шанс. Хтось пішов на зустріч долі, хтось прогаєв час, хтось примножив дар Господній, хтось надбав органію. Тож не варто нарікати нам на вороги. Так що я вам бажаю такого творчого, подальшого життя, розквіту вашої творчості. І хочу сказати, що для кожного з нас життя це нелегке, особливо для творчих людей. І дуже важко себе реалізувати в цьому житті. І треба боротися за те, щоб все-таки стати відомим, не тільки тут, якщо ти маєш талант, а десь, мабуть, і за кордоном. Те, що ви успішно робите. І слава вам, хвала, тому що це великий, колосальний, як я сказала, не тільки талант, а ще людські зусилля. І ще в мене є такий рядочок, що хтось пройде шлях життєлого, як сновида. Для мене ж кожен поступ мій – корита. Так що у ваша корита… Валерия, прийшла многолетня ученица Андрея Павловича Юлия Гаврилов. Юля, виступите, будь ласка. Дмитрий Павлович, мене дуже приємно, що 4 роки назад, я можу сказати, що я з вами познакомилась. Тому що ви не просто художник, ви чоловік, який отдаєте себе, отдаєте свої знання, і вкладаєте в нас і вже майну шаману. Тобто такі, як ми є, ми стараємося розвиватися. Але я хочу вам пожелати, щоб ви завжди в своїй житті, як на цій картині, ви завжди були победителем. Довольним, успішним, здоровим, безусловним. І побільше вам верних і надєжних людей рядом. Тому що без підтримки дуже в цій житті дуже важливо. І я хочу сказати, що я вижу, що багато талантливих людей тут собралося. І спасибо, що ви у нас є. Счастья вам. І безумно приємно бути на вашій виставці. І мені подобається, ви чоловік многогранний. У вас багато проєктов, багато событий, учеников, ІТ-технології, вебінарів, які ви постійно не останавливаєтесь, ви розвиваєтесь. І тут показана, з одній сторони, смерть, риск, победу, з іншої сторони, любовь. Пусть всегда любовь буде в вашем сердце. Ми вас безумно любимо. І спасибо, що було нас є. Дякую. 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 Я б хотів нести коррективу. Я б хотів, щоб як ні странно, може бути, стоїть у нас тут незаметний Ігор Лисецкий, який мій головний спорщик. Санчо Панц. Санчо Панц. Пусть йому буде слово. Дякую. 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 Ну в принципе все видно. Первое, по його работам. Во-вторых, я лица вижу в основному все лица знакомые. То есть вы давно знаете Андрея Павловича. Знаете его с творческой точки зрения. Знаете его как человека. Знаете его как, можно сказать, общественного деятеля. Стол накрыт. Картины есть. Смотрим, общаемся. Спасибо. Я вас поздравляю. Спасибо, что проезжали, Андрей. Дорогие друзья, я очень рад, что вы сегодня пришли ко мне. И действительно, так получилось, что практически все, ну как бы, очень давно-недавно, ну что же вы с таком и пришли. Действительно, получается так, что на сегодняшний день очень много забирает преподавание, просто невероятно. Я так опрокинулся в это, и мне интересно, на самом деле. А это стало чуть-чуть меньше времени, посвящаю, ну меньше живописи посвящаю времени. Я надеюсь, исправлюсь и не знаю, в чую сторону исправляться, потому что там требуют и тут надо. Могу сказать только одно, что когда-то меня мальчиком, наверное, так воспитали, что очень большое было уважение к моему творчеству. Вот такой вот я был маленький, вот как это ребенок. И долго считали, что я, если леплю, значит я работаю. А если работаю, тревожить его нельзя. Он очень важным делом занимается. И вот это уважение к маленькому ребенку сыграло. Это вот какое-то такое, ну что-то путь не сделал. Как-то, вы знаете, делаешь одну тему, потом она немножко приедается, делаешь другую тему. А эта выставка действительно, как Иван Дмитриевич сказал, она, может быть, сошлась на что-то таком остром. Вот эротика. Эротику я не закончил. Я хочу сделать большущую семью, на самом деле эротическую. Не порнографическую, а такую мощную эротическую. А назвать ее «Анатомия любви» — это то самое в жизни важное, что вообще ради чего человек приходит в этот мир и вообще от чего он рождается дальше. То есть почему-то кульминацию никто не любит. А второе, наверное, то же самое можно о этой кульминации сказать, вот почему, ну что такое для меня искусство. Я люблю сам процесс. Сам процесс мне важнее, чем что-то будет. Вот когда-то что-то будет. А вот что хочу о выставке сказать, где бы она ни происходила, вот, Троещина это, Помпидуле это, мне одинаково. Речь идет о том, что я всегда знаю, что я представляю какую-то страну, и за нее я в ответе. И что когда, как в профессионалы, или наоборот сказать, не в профессионалы, а у меня кто-то плюнет, плюнет в мою страну. И поэтому я бы хотел, чтобы вот так профессионалы относились к творчеству, чтобы не что попало или за что потят выносили на суд Божий, а немножко требовательные были к себе, потому что они представляют тот народ, который их воспитал, хотя бы, хотя бы сказать, из которого они вышли из этого народа. Ну, из этого народа они и вышли. Это они в этом народе. И если мы будем ответственно относиться вообще в любой профессии, куда бы мы ни судались, мы представители этого народа. И плевательски относиться к любой профессии или к любому дару, это очень плохо. И хочется, чтобы люди относились с большой ответственностью, неважно, что он не умру куда-то, кирку, лопату, скальпель или еще что-то, чтобы это было очень ответственно, и тогда эта страна медленно, но верно будет идти вперед, что-то будет происходить путнее в этой стране. А когда мы махаем рукой, что и здесь ничего путнее не будет, а я присоединюсь к беспутнему, то, конечно, в этой стране уже трудно что-то ждать. Ну, можете посмотреть эти работы, они как бы более, так сказать, по-богатому сделаны, а напротив их по-бедному сделаны работы из отходов, это называется винтаж, но винтаж на очень дорогих нотах, если так посмотреть, ноты 1895 года в основном, это антикварные работы в основном, и на них современная любовь наложена, и вот как оно все, бабушка, скорее всего, чья-то или дедушка играла на этих нотах, а вы изображали современную, ну, акт любви на них современной, как это все сочетается, ну, вот у меня в разных это соединение. Я благодарен вам за то, что вы пришли, и всем желаю здоровья, сил, и смотрите, если какое-то маленькое наслаждение получите, я буду очень большого счастья. Все, официальная часть всего открывается, открывается неофициально, но очень важное общение живое. Продолжение следует...